Здравствуйте, уважаемые пользователи Рунета! Специально для группы ВКонтакте «Я люблю спорт» снимается это видео, на котором я научу вас жонглировать булыжниками. Как же научиться жонглировать булыжниками? Для этих целей нам понадобится 3 булыжника. Подойдет обычный булыжник, брусчатка, что угодно. Три вот таких шарика. Это могут быть мячики, могут быть просто кусок скомканной газеты, обернутой скотчем. У меня сейчас этого нету. У меня шар для игры в питанг, на котором я буду показывать вам. Ну, ладно, и буду показывать вам сразу на булыжнике. Сначала мы должны укрепить свой хват. Свой хват можно укрепить несколькими путями. Самый простой путь – это перебрасывание булыжника из руки в руку. Доводим этот навык до автоматизма. При этом укрепляется кисть, предплечье, мышцы спины, очень многие группы мышц. Второй путь – можно приобрести вот такой эспандер и с его помощью натренировать силу хвата. У меня это эспандер РБА. И третий, самый интересный путь для укрепления силы хвата – это занятие на тарзанке. Делайте вот такую замечательную тарзанку и просто катаетесь на ней. Подтягивайтесь, держите залог, все что угодно. При этом ваши мышцы укрепляются, и вы подготавливаете себя для жонглирования булыжниками. После того, как ваши руки укрепились, сразу же начинаем жонглировать. Учимся сначала жонглировать на мячиках, потом переходим на булыжники. Когда освоили вот такое упражнение, перебрасывание добавляем, второй булыжник, и перебрасываем по следующей схеме. Схеме – из левой руки в правую, из правой в левую. Вот так. И наоборот. Теперь правая пошла, первой. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Если булыжник падает в него кассы, пусть себе летит. Не ловите его. Добавляем третий булыжник. В левую руку берем два булыжника, в правую – один. И теперь должна получиться следующая картина. В правой руке должно быть два булыжника, в левой – один. Выглядит это вот так. Раз, два, три. Опа! В общем, он должен был оказаться здесь. И наоборот. Пытаться поймать его правой рукой не надо, пускай себе падает. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так. Довели навык до автоматизма. И потом уже подключаем на всю катушку мозжечок и работаем. По данным ученых, жонглирование увеличивает концентрацию серого исчета в коре головного мозга на 3% и улучшает работу мозжечка. Ну а уж как применить этот навык, вы думайте сами. Добавка полутора процентов необия к титану увеличивает прочность сплава в два раза. Титана в два раза. Соответственно, жонглирование, увеличивая концентрацию серого исчета в коре головного мозга на 3% и это дает тоже очень много преимущества. После того, как научились жонглировать булыжниками, вы сможете освоить любой вид жонглирования. Сейчас я покажу вам жонглирование шарами для игры в питанк. Это стальные 600-граммовые шарики. Жонглировать ими очень приятно, легко и удобно. А после жонглирования вы можете поиграть с вашими друзьями в замечательную игру питанк. Это французская игра, которая одно время даже запрещалась среди французского дворянства, так как отвлекала их от занятий в питании в данном короле. Также, если вы овладели навыком жонглирования булыжниками, то жонглирование гайками на М-36 тоже не составит труда. Для вас. Жонглирование гайками на М-36. Нормальные такие гайки. Тоже, как видите, никаких проблем. Можно ходить. Жонглирование с шайбами 26 на 72. Вообще детская забава. Опа. Так. Но тут посложнее будет, потому что они плоские. Приятнее всего, конечно, жонглировать булыжниками. Жонглирование булыжниками одной рукой. Сложнее будет. В общем, учитесь жонглировать булыжниками, шарами для игры в питанг, гайками на М-36, стальными подшипниками от Камаза. Развивайте силу хвата. Заходите в группу ВКонтакте «Я люблю спорт». Очень хорошая группа. Там найдете много интересного. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и рассказывайте друзьям. Также вы можете записаться на урок жонглирования булыжниками в Петербурге, если позвоните по телефону 8 962 682 6606. И я с удовольствием научу вас этому замечательному искусству. Либо жонглировать шарами в питанг. Также мы можем с вами поиграть в эту замечательную французскую игру «Петанг». Пока было приятно для вас работать, парни. Учитесь жонглировать булыжниками. И заходите в группу ВКонтакте «Я люблю спорт».